Материальные жертвы И об этом сказано в Евангелиях, во всех четырех Этот конкретный пример, о котором я сейчас буду говорить И я прочитаю из одного из Евангелия Это Евангелие от Матфея, 26 глава Буду читать Когда же Иисус был в Ифании, в доме Симона Прокаженного Приступила к нему женщина с лавастровым сосудом мира драгоценного И возливала ему возлежащему на голову Вот уже вывели изображение этого сосуда Из которого могло быть возлито это масло И я увидела, что в этом примере есть несколько уроков Уроков для жертвенности нашей Уроков для финансового служения И уроков для нашего движения в Боге, для нашего хождения Вифания Это дом страждущих То есть какие-то страдания У нас от слова страдания, однокоренное слово Какие-то надо проходить сложности В чем-то испытывать ущерб И это место, оно не случайное Мы живем в этом мире, полном страдании И мы через него идем Мы оказались в этом доме Мы оказались в этой Вифании И мы даже читаем о том, что Господь, Он вождя нашего спасения Иисуса Христа, Он совершил через страдания Поэтому это не так плохо через это проходить К этому не надо относиться отрицательно сразу И женщина В разных Евангелиях нет ее имени Мы будем читать Есть понимание некоторое, что, может быть, это была конкретная женщина Но не везде так сказано Вы знаете, как Слово Божье, оно внимательно к именам Пишется имя А иногда даже чьи сыны, из какого рода, так длинно вроде бы И зачем нам это знать А тут вообще нет имени, да? Я прочитала Я задумывалась, почему И вот эти уроки, они просто для нас Почему? Кто эта женщина? Мы недавно слушали проповедь о женском образе церкви, правда? Это, может быть, церковь, не место Христа Не она ли? Приходит к Христу и жертвует Это, может быть, каждый из нас Как часть невесты Христа Который приходит и жертвует И что она жертвовала? Это было Я уже прочитала, еще раз прочту Драгоценное миро А в Евангелии от Иоанна Там написано так Нардовое, чистое, драгоценное миро Почему это так важно? Потому что это была очень большая ценность Нард Он не рос в Израиле Это растение травянистое Его доставляли из Индии Из Гималаев Высота выше 3000 метров Только там можно было найти это растение Выкопать, взять корни, привезти И много было подделок И вот такое чистое, настоящее, драгоценное Оно только в одном городе продавалось И у нее был этот сосуд И она это принесла Из такого искреннего побуждения Если мы читаем, мы это просто чувствуем Это была большая ценность И была жертва Она возлила на голову Христа В другом написано в Евангелии На ноги Христа Она просто отдала это Она это просто вылила И у нее больше этого не было Она просто Наверное, это было приготовлено для чего-то Наверное, она это купила Или кто-то ей привез И она это хранила И это было ее ценностью Она взяла и отдала Дальше интересная очень реакция Окружающих Я прочитаю дальше из этой же головы Увидев это, ученики его вознегодовали И говорили, к чему такая трата Ибо можно было бы продать это миру Мира за большую цену и дать нищим Посмотрите как Я читала разные переводы И разные Евангелия Где-то написаны ученики Вот как сейчас Где-то написаны некоторые ученики Где-то написаны некоторые А в Евангелии от Иоанна написано Иуда Прямо вот он оценил И даже там сумму сказал Он даже почитал цену этой жертвы Более трехсот динариев Но я знаю, что Слово Божие Оно просматривается Богом И Бог допустил, чтобы было написано Что не просто Иуда В других Евангелиях А некоторые Некоторые ученики Я не думаю, что это Какие-то проблемы перевода Значит, тот еще к Иуде присоединился В этой оценочной деятельности Я думаю, что это для нас первый урок Надо ли нам сразу так быстро Присоединяться Кому-то, кто дает оценку Чему-то поступку И вроде бы такую правильную Фактически Этой женщине хотели сказать Что твоя трата Она не оправдана ничем Зря ты это вообще все сделала Вот отдала бы нищим, да? А кому эта мира принадлежала? Ей Да А кто-то взял на себя Право делать оценку Чужому добру Чужой собственности Чужим финансам И вроде бы так благородно Отдать нищим Они бы съели А тут прям вылилось, да и все Нет ничего больше Ничего больше не осталось 300 динариев Человек Вот работающий в винограднике Должен бы работать почти целый год Поэтому это Такая была достаточно Большая Сумма Но что эта трата Инициировала? Если мы будем читать дальше Я прочитаю Дальше Дальше идет 14 стиха Тогда Один из 12 Называемый Иудес Кариот Пошел перед освященником И сказал Что вы дадите мне? И я Вам придам его Они предложили ему 30 серебряников И с того времени Он искал Удобного случая Предать его То есть тогда Вот когда она вылила Тогда Он пошел Фактически Еще один урок вижу Ее жертва Инициировала Начало движения Божьего плана Чтобы Иисус умер И воскрес Вот это начало Инициировала она Она просто Вот от глубины Своего сердца Вылила это мира Вылила это масло И план Божий Был запущен в движении Тогда Иуда пошел Бог нуждается в нас Чтобы мы сделали что-то Чтобы его план Начал осуществляться Чтобы он запустился Чтобы это начало Оно произошло Это точка отсчета И Это может быть Для меня такой Второй урок Который я Беру Для себя Передаю его вам И кроме того Ее действие было Пророческим актом Потому что сам Иисус Потом он сказал Что она Этим действием Приготовила его К погребению Вы посмотрите Как можно Много Можем мы Сделать Через финансы Которые у нас в руках Давайте мы их Прям возьмем Приготовим И когда это слово Сейчас еще идет Я еще не закончила Я хочу Чтобы В нас Приходило понимание Что мы делаем Для чего мы делаем Что мы можем Инициировать Какое Божье движение Где мы можем Это сделать Как пророческий акт Это не просто так Дать И самое Важное В этой теме Так как мы говорим О финансовой жертве Это два слова Даяние И воздаяние Вот мы с вами Что-то отдаем Да То есть дар Как даяние Вот в этом смысле Я сейчас хочу Об этом сказать Мы отдаем Эта женщина отдала Как вы думаете Она ждала воздаяния Ну что вот она Сегодня масло вылит А завтра Ей на дом принесут Финансовый эквивалент Вряд ли Наверняка не ждала Во-первых Ее никто не просил Выливать Да Она просто вылила Да и все А мы когда Приносим что-то Богу Что мы ожидаем Слово Божье нам говорит Что Господь Он очень щедрый И Он нам воздает Правда В 30, 60, 100 крат Мы можем так молиться Только мы и молимся Слава Богу Интересное было воздаяние Которое Иисус предложил Иисус ей предложил Совсем Другой на тот момент Истинно говорю вам Где не будет проповедана Евангелие сия В целом мире Сказано будет в память Ее И о том Что она сделала А где деньгами? А? Что-то Иисус Как-то не то Говорит Да? А где? Это момент Для того Чтобы мы могли Снова свое сердце Просмотреть А если Такие моменты Если что-то В нашей жизни Что мы должны ожидать Как воздаяние Вот если что-то Вот чего мы должны Ожидать Как воздаяние Что мы должны говорить Вот это я получу Я хочу это получить Я этого желаю Есть ли что-то Для нас сейчас Такое Вопрос Может быть Я не совсем точно задала А может быть И не очень сразу понятно Конечно есть Когда апостол Павел говорит Я стремлюсь Я не напрасно бью воздух Винет жизни Приготовлен Вот тут надо не упустить Вот тут я хочу И там надо Условия какие-то Верными надо оказаться Надо двигаться За Господом То есть не делать Напрасных движений Каких-то Может быть Не присоединяться К каким-то суждениям Лишним Которые такие правильные Такие благородные Может надо Помолчать вовремя Чтобы получить Чтобы достичь И чтобы никто Не восхитил Вот тут ревность Нам очень нужна А вот когда мы Держим финансы в руках Давайте мы поднимемся Вот здесь мы можем Выбрать разные пути Разные маршруты Мы можем ожидать Воздаяния И очень сильно Молиться об этом Знаете Бог снисходит Можно рассмиршлять о том А воздалось ли женщине Наш ли это фокус Наш ли это Главная мысль Которая нас занимает Можно просмотреть Своё сердце А какая мысль Меня занимает Воздалось ли ей Воздалось ли ей Финансами-то Или только имя Её будут теперь упоминать А ей-то от этого что А что её упоминать Там и имени нет Женщина Мужчина Вот сделал что-то хорошее Все упоминают А хоть кричать Это же я Я Вот я Петя Васильев Вы что не знаете Что это я А вот просто Женщина И всё Поэтому Отец Мы поднимаем Эти финансы Которые мы принесли Мы благодарим Тебя За то Что Ты нам даёшь Разумение Когда мы их вкладывать Иметь правильное Стояние внутри нас Иметь правильное Стояние сердца Отче На что мы делаем акцент На воздаянии Которые ожидаем Сейчас В каком эквиваленте Боже Или мы просто Тебе доверяем И делаем это из любви Потому что Наша ценность Она не в этом мире А мы знаем Что Ты не оставишь Праведника Дети его не будут Просящими хлеба Мы знаем Что Ты тот Бог Который покрывает Все наши нужды Поэтому дай нам Своими финансами Пророчествовать Дай нам Своими финансами Запускать Твои проекты В жизнь Чтобы они Стали осуществляться Боже Дай нам Отче Принимать ту мудрость Когда мы держим В руках финансы Потому что Это инструмент Это инструмент Для нашего восхождения На Твои высоты И мы принимаем это Принимаем эту возможность Сделать сейчас Это пожертвование И пусть Наше мышление Через этот акт Будет преобразовано И Твоя слава Будет явлена В нашей Конкретной жизни И нашего рода Во имя Иисуса Христа Аминь Через годы и моря Твоей любви Река течет Одною сердце Для тебя Исцеление Придет Я счастлив В истине Твоей Тебе я руки Вознесу И буду Вечно петь О любви Твоей Через годы и моря Твоей любви Река течет Ольга Исцеление Тебя Исцеление Исцеление Придет Я счастлив В истине Твоей Тебе я руки Вознесу И буду Вечно петь О любви Твоей Буду петь О любви Твоей Буду петь О любви Твоей Буду петь О любви Твоей Любовь Твоя Мой Господь Бесконечна Боя Исцеление Любовь Твоя Через Горы И моря Твоей Любви Река Течет Но Исцеление Придет Счастлив В истине Твоей 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 Руки Вознесу Буду Вечно Петь О любви Моей Буду 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 О любви О любви Моей 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 Буду Петь О любви Моей Моей Буду Субтитры создавал DimaTorzok